Дорогие друзья, прежде чем мы продолжим с вами прохождение игрушечки МОР, я вынужден просить у вас прощения, нижайше склоняю голову. Так получилось, что я записываю серии по дням. То есть вот сколько идет день, столько времени я сижу, пишу, потом это все монтирую на серии. И так получилось, что меня подвела программа, она не подхватила звук игры, а я, дурак, еще и не проверил это. Я, конечно, постараюсь восстановить звучание за счет мостов, за счет некоторых звуковых эффектов на монтаже, но, к сожалению, третий день будет без некоторых звуковых сопровождений. То есть там открытие дверей и некоторых простых NPC. Я не хочу переснимать полностью день, потому что это большой труд. Я и так много читаю, много рассказываю, и делать это по второму кругу, это, по-моему, преступление. Поэтому отнеситесь, пожалуйста, с пониманием, что звучание в третий день у нас будет немножко странное. Спасибо большое и приятного вам просмотра. Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики канала. Мы продолжаем в своем прохождении игрушечки Мор Утопия. И мы с вами находимся в Горнах, во дворе Каина. Очень люблю это место. Почему-то вот эта лавочка, она мне прям очень нравится, вот этот вид собора. Итак, друзья, начинается третий день. День не то чтобы сложный, не то чтобы большой на задание, но, в принципе, мы с вами еще по нему побеги. Есть лишь одна особенность в этот день, которой не было ранее. Это то, что кожевенный квартал, с которого начала болезнь развиваться, в этом дне будет заражен. И мы с вами, во-первых, сможем увидеть, как выглядит зараженный квартал. Правда, это будет еще такая лайтовенькая версия зараженного квартала. Она не будет полна всеми радостями, которые может дать зараженный квартал, но, тем не менее. И многие из вас скажут, возможно, что игра долгая и нудная. Никто не говорил, что она будет короткой и быстрой. Но, одновременно с этим, я хочу вас успокоить, друзья, немножко, в общем, скажем так, последующие дни, последующие дни, они не будут проходить настолько спокойно, как у нас с вами проходит сейчас, ну, развиваются события в городе. С каждым новым днем в городе будут появляться все новые и новые препятствия для игрока. И поэтому игра будет становиться сложнее. Собственно, вы скажете, а что я стою на месте? Что я разглагольствую и трачу время? На самом деле, я все делаю правильно. Нам надо дождаться с 7 утра, чтобы у нас началась цепочка квестов. А как вы видите, наши показатели вообще хоть в космос летит. Ну, посмотрим, посмотрим. Посмотрим, как будут развиваться события. То есть, ожидайте, что с каждым новым днем у нас будут появляться все больше и больше проблем. Игра сейчас будет потихоньку переходить из плоскости теоретической в плоскость, скорее, практической. Поэтому вот эти первые три дня, а тем более за первого персонажа, я пытаюсь максимально вас пока познакомить с лором. Именно поэтому наши прохождения идут, ну, довольно медленно. Стоит также сказать, что в принципе... В принципе, день здесь в игре длится одинаково. То есть, как у нас шел первый день, так как у нас будет идти и второй день, и так далее. Но, естественно, время становится только в диалогах и на карте. Так что сказать, что какой-то день у нас пройдет быстрее, какой-то медленнее, можно только потому, как быстро мы будем с вами выполнять отдельные квесты, сюжетные повороты и так далее. Но, тем не менее, можно игру и бежать, но тогда в ней не разобраться. До конца осталось меньше десяти дней. Тогда в ней не разобраться, а эта игра все-таки больше про истории. День третий, в котором Бакалавру предложат приступить к охоте на неулыбимого врага и оценить перспективы некроза. Так, ну где? Ладно. В общем, в семь утра и с семи утра в третий день нас ждет Григорий Каин. Заодно мы с вами посмотрим. По-моему, про Григория мы с вами не читали мнение. Георгий Каин. Это могучий ум, энцеталлопедически образован, хорошо знает математику, физику и разбирается в астрономии. То, что при таком раскладе он занимается магией, заставляет уважительно относиться к его успехам на этом поприще. Я имею в рациональный анализ иррациональных вещей. Александр Собор. Георгий не наследник Симону. Если они похожи внешне, но это не значит, что они идентичны внутренне. Каин слишком безумен, чтобы быть хорошим правителем. Если бы он правил нашей страной, он превратил бы ее в какую-нибудь теократию. Давайте поговорим, а потом я расскажу одну вещь, друзья. Дорогой доктор, несчастье продолжает преследовать наше семейство. Случилось новое горе. Какое же? Дом, где жил и работал Рубин, отравлен пятнами зараженной плесени и разорен. Ни Рубина, ни тела Симона там нет. Наши посланцы обыскали каждый уголок. Некоторые из них уже расплачиваются за это. Они заразились песочной грязью. А как вы объясняете отсутствие тела? Очевидно, когда зараза расползлась по дому, мастер Рубин увез от тела в какое-то место, которое он счел в безопасность. Но поскольку он до сих пор не дал о себе знать, можно сделать только один выход. Рубин мертв. Кто-нибудь мог похитить тело? Ну, тело действительно могли похитить, чтобы заставить наше семейство выкупить его. Тогда молчание и отсутствие Рубина объясняется тем, что он сам отправился в погоню за похитителем. А могу я что-нибудь сделать для вас? Помогите нам вернуть тело, доктор. Мы уже бесконечно обязаны вам тем, что вы искали и нашли убийцу Симона. Не ваша вина, что, правда, оказалась столь неутешительной для всех нас. Теперь моляю вас еще раз помочь нам и покойному. Найдите тело брата. Это будет непросто, с чего бы мне начать. Кто-то мог видеть. Не завели. Вы еще полезных знакомств среди обитателей городского дна. У нас тут имеются и несомненные маргиналы. Быть может, им что-то и известно. Посоветуйтесь с братом Виктором. Он лучше меня решает практические вопросы. Я дам вам узнать, если мне что-нибудь станет известно. Хочется сказать, друзья, сразу, это другое дело. То есть мы с вами с самого начала не получаем предъявление основной задачи. Мы о ней пока не знаем. Это побочка. Но эту побочку, в принципе, можно сделать и до получения основного задания. Ну, в общем, будем закрывать пока побочную миссию. Что я хотел сказать. Вообще, немножко приоткрывает, скажем так, глубинные смыслы этой игры. Я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что вот в этом городе есть, допустим, в самом центре города есть такое здание, как управа. Но каждый житель о ней говорит, что, пожалуй, это самое бесполезное здание вообще в городе. И непонятно, зачем оно нужно. В городе есть собор. Давайте я все-таки уйду пока с дождя, потому что не могу я под этим дождем дурным рассказывать. Очень мешает. Итак, в городе есть собор, да, но в соборе нет духовности, да, какой-то, ну, собственно, того, что для чего строят соборы и церкви, да. Это очень просто объяснить в игре. Игра не просто так называется утопия, да. Мор утопия. Как вы понимаете, здесь другая власть. Здесь вообще все не так, как в обществе, да, в общепринятом понимании общества, социума, страны и так далее. Здесь именно вот эта утопическая идея, кто, в принципе, не знает, да, сама идея Томаса Мора заключается в равноправном обществе. Чем-то похожа на социализм, конечно, но немножко не так. Там вообще нет никаких правителей, да, и каждый человек что может, на что он способен, что он умеет делать, тем он, собственно, и занимается. За это имеет свое место в этом социуме. Так вот, это вкратце. Это очень кратко и поверхностно. И здесь, в данной ситуации, мы с вами получаем некую такую модель утопического общества, да. Как бы, вроде бы, казалось бы, есть правящие семьи, да, они есть. Но в целом они, как факт, вроде бы и власть, а вроде бы и не власть, да. Есть воры, которые ворвуют, да. Есть пастухи, которые пасут. Ну, и все в том же духе. То есть, некая модель утопического общества. Поэтому здания есть, а эти здания, они выглядят как что-то бессмысленное. Ладно, друзья, давайте двигаться по сюжету. Это так, мысли вслух, пока некоторые размышления об игре. Но таких моментов в игре очень много, если задуматься. Если вы что-то такое знаете, то можете написать. Подискутируем. Каждым часом бед все больше и больше. А, я ищу тело вашего брата, Виктор. У вас есть какие-нибудь соображения на этот счет? Мда. Первый, кому обратился бы я, это сын Ольгинского. Младший Влад по прозвищу Харон. Они вели с Рубиным какие-то совместные дела. Вот знают места, куда Рубин мог бы отвезти тело. Вы уже расспросили его? Я пытался, но мы сейчас находимся в сложном положении. С одной стороны, мы давим на его отца. С другой стороны, просим его об одолжении. Почему он отказал вам в помощи? Младший брат, Влад, верх и сын. Он циничен, но в глубине души он исповедует принципы вассальной этики. У него нет причин скрывать преступления, но он никогда не поможет нам, зная, что мы действуем против его отца. Хотя мы уважаем друг друга. Я тоже уважаю подобную принципиальность. Итак, он вам подсказывает, что в принципе о том, где находится Стах Рубин, может знать младший Влад. Каждый час он бьет все больше и больше. А что неизвестно о местонахождении Рубина? Увы нет, не могу не сожалеть об исчезновении мастера Рубина. Конечно, он первый человек, который приходится винить в утрате праха нашего брата, но главное не это. Что же? Кроме вас, у нас теперь не осталось ни одного компетентного человека. Мы не можем бороться. Мне сказали, что вы отвергли просьбы собора, вы не взяли на себя ответственность к судьбе у города. Кто вам сказал, как уверить? И не только согласился, но и сам выразил желание сделать все, что в моих силах. Вы благородный человек, Бакалавр Датковский. Значит, надежда для нас еще есть. Я действую согласно своим убеждениям. Ну что ж, понятно, двигаемся к Владу, друзья. Что ж, получается. Куда-то пропал и Рубин, и куда-то пропало тело Симона Каина. Что-то с ними произошло, и нам надо узнать, где же они. Хотя самое интересное, я, например, абсолютно не представляю, где в городе находится лаборатория Стаха Рубина. То есть, я не знаю, какой это из домов, и никогда там не был. Ладно, встретимся у Влада, друзья. Ну что ж, вот и почти добрались. Все же, я думаю, я буду показывать вам, когда мы будем ходить в опасные кварталы, или как-то что-то будет происходить интересное на улице, но я не буду все-таки оставлять видео, когда мы просто ходим. А также очень интересный факт. Мы с вами узнали, что поднегласное прозвище Влада – это Харон. Это очень символично. Это не просто так. Чем могу помочь? А, кстати, еще один момент. С сегодняшнего дня у младшего Влада можно покупать карты. То есть, если мы скажем, что зараженной области нужно отмечать на карте, мы с вами выйдем на диалог о покупке карт. Но сегодня это не так принципиально, а в следующие дни, я думаю, я буду покупать карты, чтобы действительно видеть, какие районы заражены, что вообще происходит. Итак, чем могу помочь? Рубин исчез. Его дом заражен и разграблен. Там не нашли ни его, ни тело Симона. Куда он мог исчезнуть? Я не знаю. Я его не видел. Вы предполагаете, что Рубин мертв? Почему я должен это предполагать? Если бы Рубин был сейчас жив, он бы, несомненно, дал знать о своем местоположении. И, конечно, не стал бы молчать о том, что зараза проникла в город. Он один из немногих, кто хорошо представляет, что означает этот фан. Он давно знал о заразе, просто мы догорелись держать это в тайне. Но есть несколько мест, куда Рубин мог бы отнести покойного. Однако я не открою их вам, пока вы не окажете нашему семейству встречную услугу. Охотно, если это не займет у меня слишком много времени. Я хотел бы уладить трения, возникшие между нами и семейством Каиных по поводу нашего нежелания пускать эмиссаров в термитник. Я не знаю, что Каины вообразили, но мы не укрываем там никого и ничего, что могло бы предоставлять для них хоть какой-то интерес. Особенно для бесконечно уважаемого собрата Виктора. По каким же причинам вы не хотите пускать туда проверяющих? Во-первых, это опасно. Черн бунтует. Об этом я уже не раз говорил. Во-вторых, отец не станет подчиняться приказам младшего Каина. Если так будет продолжаться, скоро мы дойдем до того, что нам начнет указывать его десятилетний сынишка. Хорошо, каков же ваш план? Каины сами скрывают кое-что. У них точно такой же скелет шкафу и даже хуже. Наш шкаф набит нашими рабочими. Их шкаф набит чужими детьми. Если вы убедитесь, что в многограннике тоже все в порядке, поверьте, значит и в термитнике все хорошо. Это анклав, камера. Многогранник закрылся позже термитника. При том, что он был значительно ближе к тому, с кого началось распространение язв. К Симону Каин. Убедительно. Я осмотрю многогранник и поговорю с Виктором, взамен и попрошу вас об одной услуги. Помочь мне с поисками тела Симона. Сдержите праведный гнев судьи и страшного Виктора. Кажется, они решили так и сжить отца со святой. Уверен, что бы ни сделал отец, он не виноват. Тогда я с чувством и полнодолго окажу вам эту услуги. Договорились. Так, ну что, собственно, сегодня, сегодня мы с вами немножко пройдемся и посмотрим, наконец-то, на сам многогранник, что же он из себя представляет. Это очень любопытная постройка, друзья. Но пока надо зайти опять к Виктору. Дом Виктора. Вообще, далее у нас с вами будет очень много побегушек туда-сюда. И это нормально для этой игры. Так, я ивелся к вам с новостями от Вальнемских. Это касается термитника. Очень интересно. И что же? Младший Варлат просит передать вам следующее. Термитник был сокрыт раньше многогранника. Чему есть множество свидетельств. Да ну. И на что же он намекает? У него нет оснований предполагать, что внутри термитника ситуация иная, нежели внутри башни. Остроумно. Проклятие. Ладно, быть посему. Раз он повернул дело так, я вынужден оставить его в покое. Временно. Можете передать ему это, но лишь до тех пор, пока мы не обнаружим доказательства того, что в термитнике не все благополучно. А может быть вы прикажете вашему сыну открыть многогранник, чтобы доверенные Ольгинске могли осмотреть его? Тогда мы получим право осмотреть термитник. Сын уже давно не подчиняется мне. Он видит во мне врага. Только Нина имеет на него влияние. И мело. Он мог бы довериться своей любимой сестре, но открыть многогранник его не заставит даже Мария. Да я и сам не пойду на такой риск. Пусть дети будут в крепости. Я бы хотел убедиться, что ваша уверенность не беспочвенна. Мой сын теперь основал собственное царство. Вот оно возвышается над нашей грешной землей. Он не согласен пускать в этот мир никого, даже собственного отца. Если вам интересно, что там творится внутри, попробуйте. Мари считает, что вы человек, для которого нет ничего невозможного. Да, я воспользуюсь вашим советом. Итак, друзья, значит, что здесь вообще происходит? Что это за дела творятся? Каины обвиняют, что заразу в город зараза в город пришла из термитника, что термитник был закрыт, потому что зараза туда проникла. С другой стороны, Ольгемские обвиняют Каинов, что они не пускают никого в многогранник, потому что зараза там многогранники, собственно. И пытаются друг другу доказать, что это не так. А мы в это все с вами влезаем. Ну, вообще, здесь многие в чем пытаются себе друг друга объяснить, но ладно. Хотел бы я вам показать многогранник не в дождь, но, к сожалению, не могу. Погода, увы, от меня не зависит. Итак, друзья, собственно, вот это сумасшедшая постройка есть многогранник. Самая большая загадка этого места это то, как он вообще держится в воздухе, потому что, как вы видите, он ну, можно сказать, висит на волоске. это такой вот большой осиный улей, едва-едва касающийся земли, находящийся в подвижном состоянии. А о том, как это, собственно, вообще возможно, мы поговорим попозже, да и вообще про многогранник поговорим с вами попозже. Сейчас же моя основная задача это как-то не промахнуться мимо ступеней, потому что грохнуться отсюда можно. И обратите внимание на стены этого места. Мы посмотрим поближе. Да и вообще, в принципе, вот на структуру и на стену, да, вот на эти клеточки, как в тетрадках, рисунки, надписи, наброски. Я скажу пока лишь то, что взрослые почему-то видят многогранник как фигурку оригами, да, сложенную из листа бумаги. То есть, по сути, как будто она сделана из бумаги или картона какого-то. То есть, видите, дети же, дети, в свою же очередь, видят его как здание из зеркал, из стекол и зеркал, сочетание стекол и зеркал. Давайте сейчас зайдем туда, посмотрим. Ну и мы здесь встречаем парня в шапке писяголовца, ну, собственно, парня писяголовца в маске, в шапке, в маске собаки. Тебе нельзя внутрь, иначе башня обрушится. Я друг семьи Каэтор, я иду к хану. Тебе повезло, хан вышел из граней, он скорбит по деду. Он тебя примет, если будешь вступать осторожно, входи, только не пытайся проникнуть внутрь. Ты действительно не желаешь нам гибели? Действительно. Ну, и мы можем с вами увидеть, ну, если можно так сказать, предбатник многогранника, да, некий такой коридор, еще как бы не сами внутренности многогранника, но что-то похожее. Не знаю, это живое или что это? надписи возможно можно прочитать, то есть но сделать твой конец назовем. В общем, некоторые слова разобрать можно, если приглядеться. ну и давайте так, давайте я сейчас немножко с вами поговорю, если вы вспомните, когда нам рассказывали про такую вещь, как внутренний покой, да, его немножко сравнивали с туннелем из зеркал, с туннелем из зеркал, так вот, сам по себе многограни, его форма и вот это строение, да, оно как раз и есть один большой внутренний покой, то есть, как вам сказать, мне придется столько вам сейчас информации открыть, на самом деле, но да ладно, в первую очередь, как вы знаете, изобретением Симона Каина был внутренний покой, что это такое, это математический расчет, это какая-то конструкция, то есть, какое-то место замкнутое, может быть, комната, может быть, еще что-то, некоторые выкладки математические и при достижении какого-то вот расчета, да, при постановке и учтении некоторых факторов можно достигнуть вот этого состояния внутреннего покоя, причем при расчете этого внутреннего покоя могли в ход идти совсем странные расчеты, какой день недели, какой запах стоит в помещении и так далее, то есть, это необъяснимо, друзья, но хочется сказать, что в своих экспериментах Симон Каин создал не один внутренний покой, он их создал несколько покоев, один из них это в подвале Горнов, в винном подвале, это, собственно, как вы уже поняли, многогранник, также такими местами были вот этот собор с томатин, он тоже в чем-то внутренний покой, есть также где-то в степи юрта, в которой воссоздан внутренний покой, и почему я еще говорю об одном моменте, да, почему детьми ценятся орехи в этом мире, орехи это тоже внутренний покой своеобразный, то есть дети проверяли на прочность орехи не для того, чтобы игра у них такая, они проделывают в орехи дырочку, скажем так, просверливают, и сам этот орех он тоже становится внутренним покоем, основной смысл скажем так внутреннего покоя в том, что он он работает примерно как ловец снов, то есть он может задержать в себе воспоминания, некоторые эманации, некоторые чувства, но в идеальном рассчитанном внутреннем покое может задержаться образ воспоминания и соответственно душа человека, вот такие дела давайте пока все я и так очень много открываю я не хочу это делать но ладно то есть как вы понимаете многогранник был сделан как большой такой внутренний покой это вот основная такая скажем так основное такое достижение симона скажем так и мы узнаем что в многограннике обитают собственно банда писиголовцев назовем их бандой во главе с ханом хан мальчик хан это сын это сын виктора или брат марии у марии вы видели комнату да такую там детскую там коник там ну мечки на стенке висят это собственно комната каспара пока он рос мальчику 10 лет по-моему или 12 ну что-то такое и здесь он собственно оккупировал многогранник они в нем как бы закрываются и собственно прячется от эпидемии пока наверное все пока наверное все то есть о том кто такие писиголовцы и почему они писиголовцы и все остальное я расскажу немножко потом чтобы было что рассказывать друзья мне не жалко я могу им все рассказать но зачем хан каспар темный лидер детей у него много приверженцев фантастически смелый мальчик это вызывает уважение как и все каины с детства занимаются и на книжи владеет секретами которые неоднократно оказывались действенными при этом прибегает к ним редко знаниями не делятся они с капеллой делят власть в мире детей нашего города это мандрагора которая выросла в тепличных условиях изначально властный умный малыш получил возможность совершить эпические дела не имея возможности предвидеть какую цену за них придется платить сюда нельзя подниматься взрослым от этого башня может рухнуть это ненадолго с кем собственно имею честь меня зовут каспан я сын виктора и нины я самый младший из дома каэнов теперь ты назови себя бакалавр донковский ты друг нашей семьи ну твои родные по крайней мере считают так ты хотел говорить со мной я тебя слушаю мне нужно смотреть это здание нет гость это невозможно мы не доверяем взрослым мы не можем допустить чтобы скверно проникло внутрь именно поэтому мы охраняем его рискуя жизнь может быть наше усердие покажется тебе достаточно убедительным доказательством от кого вы охраняете свою башню от тебя от твоих двойников от всех кто приходит с той стороны реки но у меня же нет никаких двойников есть двое тоже спасители человечества по крайней мере они говорят слово слово все то же самое что говоришь ты и пока от них одно только зло то есть как вы понимаете он говорит про гору спика и самозванку а какое же наше спасение спокойствие и молчание наш город сейчас должен замереть застыть как человек раздразнивший гнездо ядовитых змей тогда болезнь успокоится и сгорит в своем собственном пламени мне передали что это твои слова правда но это близко к тому и причем здесь мои с позволения сказать двойники они тревожат людей это из них никто не сидит на месте с тревоженной действиями гору спика и с баломощенными речами самозванки люди носятся суетятся и кладут свою жизнь на алтарь общего блага мы дети не будем вас что я сделал такого чтобы дети не верили мне я охраняю наш мир мы отлично жили без вас мы сумеем справиться с этим ором даже если он окажется концом света ты хотел убедиться что здесь чисто смотри здесь чисто мое слово тебе ручательство но я не пущу тебя внутрь мудрый бакалавр не держи на меня обиды уверен даже без злого умысла ты несешь нам зло и разрушение этот городок слишком хрупкий чтобы выдержать твою поступь тяжесть твоей десницы раздавит нас даже если ты захочешь схватить нас только для того чтобы извлечь из бездны иди с миром тут все хорошо ты обещаешь что должны знать если хоть кто-нибудь заболеет обещаю я всегда буду рад поговорить с тобой здесь богатого ями а если что-нибудь страшное случится внутри я первый брошусь звать тебя на помощь когда я буду говорить с Виктором я сошлюсь на твои слова так ну и собственно хан уверяет нас что многогранники все спокойно малыш говорит как взрослый его речи производят впечатление но может быть Ольгимский прав если термитник берегут от проникновения извне так же тщательно как и эту башню может временно исключить и то и другое сферы моих интересов а как отсюда выйти отсюда выйти очень просто надо вот на это наступить так ну что залезь сюда это полбеды большая проблема это спуститься а как вы заметили наверное хан для своего возраста очень здраво размышляет очень так действована объективно все раскладывать поэтому вообще если вы замечаете да вот есть такая тенденция вот есть власти у взрослых жителей этого города есть своеобразные власти и у детей этого города да то есть это капелла это как вы понимаете хан вот но при всем при этом их поведение их рассуждения и размышления они довольно такие взрослые решения это неспроста дети здесь на самом деле ничуть не глупее взрослых я бы даже сказал в чем-то они лучше взрослых но подробнее об этом будет немножко попозже друзья вы знаете как весь этот город как я уже говорил он как слоеный пирог есть значит прослойка взрослого общества есть прослойка детского общества есть уклад есть современность ну то есть люди уходящие от уклада есть там бандитские прослойки и вообще игра очень много грамм ну ладно нам в принципе надо двинуться к владу рассказать что многогранники все спокойно и уже узнать где же все таки прячется рубер пойдем друзья мне удалось все уладить виктор больше не будет настаивать на осмотр термик я держу свое слово почтить прав достойного симона наша общая цель всех нас объединяет общее горе итак в узлах орудует потрошитель а возможно даже несколько я думаю это беглые мясники беглые мясники или те немногие кто понесчастливые случайности оказались снаружи перед началом блокады теперь они прячутся в городе думаю это они воруют мертвых чтобы гадать по человеческим телам у них свои способы предсказания будущего но причем тут рубин я уверен его тело я уверен что тело у него похитили именно эти люди вам интересно куда они могли его одной отнести разумеется говоря откровенно я сам не вполне в этом уверен один любознательный юноша проследил их путь кажется насилие мертвых квартал почки я отвечу на вашей карте этот дом если они окажут мне сопротивление могу я их убить не только убить но и взять все имущество которое вы найдете в этом доме похитители тело вне закона даже если они мясники тоже хорошо возможно именно в этот дом относят похищенные тела потрошитель или это потрошители мистяки лучше быть готовым к любому повороту событий легковато ну ладно делать нечего пойдем туда итак Ольдземский считает что вот когда закрывали ну собственно термитник некоторые степняков скажем так остались на свободе мы с вами это уже помним по первому дню когда Влад нас просил одного из них прикончить ночлежки оспины и по-моему он продолжает свое вот это дело спихивая все на мало образованных степняков так кстати давайте зайдем еще в магазин потому что мне нужна еда не то чтобы я прям сильно страдаю отсутствие еды но она мне какая-никакая нужна 13 тысяч мало 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 цены много много хлеб 820 очень много наверное придется ночью хорошенько пофармить но еда мне нужна хотя бы желательно хотя бы такие вещи типа мясо рыбы выкупать вяленое но не так много восполняет в принципе ладно купим почему нет еда нужна это такая вещь откуда я иду мы там с вами вверх ну в принципе мы нормально это правильно так вот влад продолжает продолжает гнать на мясников вот просто что это все они это они режут людей здесь гадают и действительно в укладе есть такой метод предсказания это гадание на внутренностях то есть они скрывают тело и ну естественно там с ритуалами по линиям по всем правилам и уже смотрят по внутренностям что их ожидает одна есть только особенность что по-моему хотя я могу ошибаться подобное дело могут проворачивать только менху то есть люди которые имеют на это право то есть по-моему даже рядовые мясники по-хорошему не имеют права разрезать людей для гадания но я могу ошибаться итак мы выходим к дому и пойдем посмотрим это ответ не то чтобы эти ребята сильно опасны но сражаться в доме очень неприятно на самом деле очень малое пространство так они не здесь дом мы смотрим попозже давайте сначала их ну разберемся с проблемой так вон и второй да как ну че мужики мужики вы мужики а че не нападаем и 0 а это была обман 1 1 1 есть вообще если им целить башку по-моему они получают побольше урона но не так это просто так хорошо с ними справились здесь действительно труп вскрытый по нему гадали но мы не знаем симон это или не симон нам бы как-то узнать я думаю опознать его смогут только местные управляющие соответственно кто-то из четырех каинов одна монетка это катастрофически мало три монетки меня тоже не сильно радует ростов прям очень бедный дом крючок вообще ничего полезного может кухонька нас чем-то порадует вообще ничего полезного ладно беда ну что ж давайте пойдем к виктору или кому к георгу георгию наверное к георгию все-таки да расскажем про про то что мы нашли тело какое-то тело тело обнаружено симон лето вообще вообще на самом деле в игре очень много таких вещей о которых скажем так которых нет в игре но о которых рассказывают допустим некоторые по некоторым рассказам в городе видели и мы по-моему с вами встречали этот диалог что в одной из песочниц играли короче дети и потом из песка начал проступать ну кровь начала проступать какой-то песочниц это действительно было и мы знаем что по городу раскиданы песочницы но мы к сожалению по-моему ее так и не сможем найти менять мирадорм таблетки вообще мирадорм можем было бы обзавис ножки мне хорошие мне много бритв у меня много других бритв но они в общем-то складываются в стаке то что у нас не складывается в стаке так это всякие часики всякие колечки и желательно избавляться от таких вещей которые не складываются в стаке все-таки а что три мира даже два ну пускай один и одну таблетку вот так сделаем нам бы конечно предпочтительнее патроны и что-нибудь из такого плохо все но это все так дорого принципе денег мы наберем как-нибудь давайте закупаться потому что с каждым днем болезни с каждым днем на развитие событий добыть еды будет становиться все сложнее потому что город как бы находится в скажем так в оборонительном положении да и с припасами будет становиться все хуже и хуже а я как-то не люблю когда у меня нечем подкрепиться или подлечиться или еще что-нибудь в этом духе то есть вот даже я знаю что пройти игру достаточно там ну того всего того я все равно буду там убирать полные карманы всего этого добра так тем не менее мы с вами выходим к гордам гордам и пойдем я не знаю кому об этом сообщить с одной стороны нас отправлял на задание Георг наверное Георгу надо бы сообщить что мы нашли какое-то тело мы же ищем как бы тело да вот вроде бы нашли я золочу того кто найдет тело Симона и выжму всю кровь из того кто ее похитил я нашел похитителей тел это были беглые мясники нашли ли вы тело да оно было скрыто и обезображено однако я сомневаюсь что оно некогда принадлежало вашему брату я укажу вам здание в котором я его нашел я тотчас отправлю туда своих людей благодарю вас не вносите тело в город а посланцев отправьте в изолятор мы получаем за миссию 4000 ну это неплохо вполне почему бы нет как раз мы закупились с вами это хорошо ну и собственно задача выполнена стоит сказать что в принципе если бы мы сходили к Рубину ну так получается что мы знаем и Рубин да и поговорили с ним а потом пошли к Георгу да то мы могли бы ему еще и сказать о том что мы точно знаем где тело и получить немножко за это побольше деньжат но я не хочу пока делать именно так меня вполне устраивает такой результат все друзья нам остается с вами дождаться 12 часов с этого момента начнется основная миссия и мы уже продолжим третий день следующей серии спасибо вам большое за внимание друзья подписывайтесь комментируйте оставляйте ваши оценочки ну так сами знаете подписаться колокольчик все дела туда-сюда и всем пока спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok